Привет, как дела? Сегодня я хотела бы рассказать вам о своей подруге Юлии, с которой я познакомилась в Лондоне и которая была одной из лучших моих русскоязычных подруг. 18 июня ей исполнилось бы 39 лет, но, к сожалению, Юлии уже нет в живых, она умерла от рака в 2018 году. В память о таком светлом, добром и чистом человеке мне бы хотелось сделать этот ролик и посвятить его моей лучшей подруге в Лондоне. В который раз я убеждаюсь о том, что всё, что случается в нашей жизни, ведёт к чему-то. Так, когда-то в Петербурге я работала, точнее подрабатывала в недвижимости, и у меня была группа ВКонтакте «Недвижимость Петербурга». В этой группе было около 20 тысяч человек, и я ничего уже не делала, потому что уехала в Лондон жить, просто она висела у меня ВКонтакте. И Юля как раз работала в тот момент в Лондоне, в области недвижимости, в районе Кенсингтон. И написала мне в эту группу, предложила сотрудничать и как-то поставлять друг другу клиентов, ну что-то такое. На что я ей ответила, что я уже в данный момент тоже нахожусь в Лондоне, к сожалению, недвижимостью в Петербурге я больше не занимаюсь, и клиентов у меня нет. И она предложила мне встретиться, просто пообщаться. И так как я искала русскоязычных друзей, подруг, а она была моей сверстницей, я решила, почему бы и нет. До сих пор помню тот день, как мы встретились и целых 8 часов просидели в Прет-а-Манже на Пикадилле Сёкс. Это было удивительно. Мы сразу как-то почувствовали друг друга, что мы очень похожи. И очень много таких, наверное, философских взглядов на жизнь у нас совпало, и с тех пор мы стали общаться, дружить, встречаться и гулять вместе. Я даже не заметила, как пролетели эти 8 часов, меня уже все обыскались, обзвонились, а нам было настолько интересно общаться друг с другом, что я даже не заметила, что у меня был отключен телефон после того, как мы вышли из кафе. Я поняла, что мне все обзвонились, отписались, и я пропала, и я поняла, что прошло целых 8 часов. После нашей первой встречи я пригласила её на одно из мероприятий, мне дали пригласительный билет на шоколадное шоу в Кенсингтон-Олимпии, и я сказала, хочешь пойти со мной, потому что у меня был ещё один пригласительный билет. И она согласилась, и мы вместе с ней пошли на это шоу. Это было первое шоколадное шоу французского производителя, Салон Дю Чоколад. Там наше воображение настолько потрясла женщина, купающаяся в шоколаде в ванной, и произведённые из шоколада тортиков и печенья платья, в которых модели прогуливались по подиуму. И нам было как бы интересно вместе. После этого она познакомила меня со своим мужем Питером, которого она почему-то звала Педро. Мне нравилась эта пара, и Питер ко мне хорошо относился. И я чувствовала, что я им интересна. И они мне были интересны, потому что Юля, допустим, она поняла, что я студент, что мне тяжело выживать в Лондоне, и мне приходится крутиться постоянно, что-то где-то подрабатывать, куда-то ходить, чем-то заниматься и зарабатывать денежку для того, чтобы продлить курс, что мне очень сложно продлить визу. В общем, все мои вот эти вот проблемы, она вошла в суть дела и постоянно меня как бы так подбадривающе называла. Бизи-би, бизи-би это занятая пчёлка. Вот такая у меня была кличка. У Юли я бизи-би была. И мне очень импонировало то, что она понимала, что, допустим, она мне звонит, говорит, давай встретимся. Я говорю, извини, Юля, не могу. Вот у меня сегодня мероприятие, я снимаю это, потом я бегу, буду в няньках сидеть, потом убирать дом и так далее. И она говорит, хорошо, без проблем, давай в следующий раз. И потом уже я ей звонила, говорю, давай вот сегодня встретимся. То есть она понимала, вот в отличие от всех моих других лондонских друзей, которые абсолютно не понимали, что мне надо реально пахать для того, чтобы как-то продлеваться там и весело проводить с ними время. Она понимала, и она говорила без проблем, давай встретимся в другой раз. И вот этим она меня очень просто воодушевляла, что она говорит, да-да, конечно, Настя, если тебе надо, иди и делай. Мы встретимся в другой раз. То есть без каких-либо обид. И мне это очень нравилось. У нас не всегда были очень лёгкие отношения, мы никогда друг на друга не обижались и всегда поддерживали друг друга. Даже несмотря на то, что она была из богатой семьи, точнее у неё муж был лоя, юрист, в какой-то значимой такой компании работал, зарабатывал очень много денег, да и она сама в недвижимости подрабатывала, то есть у них были деньги. И в принципе по сложившейся такой традиции люди с достатком плохо относятся к людям, которые живут бедненько, пашут и пытаются выжить. Вот этого я в Юлии не заметила. Всегда она меня поддерживала в этом плане и, ну, как бы побадривала. Так вот мы ходили с ней, с Питером вместе на какие-то выставки, в Саач Гэллери, я помню, мы были. Потом я их пригласила на Фриз Арт Фэр. Это выставка современного искусства, мирового такого масштаба. У меня была аккредитация, они туда подъехали. Мы вместе тоже по парку погуляли, там в парке-то бесплатные скульптуры выставляются. И тоже пофотографировались вместе и как бы пообщались. Потом она меня звала на званный ужин со своими друзьями. Я приезжала к ним домой. Дом у них был в Ислингтоне. И вот когда они уехали в Дубай, мужу её предложили контракт выгодный, и они переехали в Дубай, по-моему, в 2015 году. Я ходила в их дом, постоянно проверяла почту, ну, может быть, раз в две недели брала почту, высылала им на e-mail всё, что приходило, распечатывала конверты и высылала всю почту. То есть у меня были ключи от их дома, в котором я, в принципе, могла и жить. Но именно в тот момент у меня была квартира. А вот когда у меня закончился контракт с моей предыдущей семьёй, и пока я не нашла новую семью, я 4 месяца жила у брата, к сожалению, на этот период времени они уже сдали эту квартиру, и я уже отдала ключи и больше туда не приходила. Я очень ценю те моменты, когда Юля с Питером помогли мне и всегда подсказывали, что делать, особенно с юридической точки зрения. Питер, я помню всегда, я говорю, вот так и так у меня там проблема с визой, он бегом на планшете и ищет все законы и говорит, ты можешь сделать так, ты можешь сделать так, и всё будет в ажуре. И вот в момент, когда у меня погиб брат, я обратилась к Юле и к Питеру, потому что я абсолютно не знала, что мне делать с юридической точки зрения, как действовать и куда идти, и к кому обращаться. И они мне как-то из Дубая пытались помочь, направили к одному юристу, сказали, что можно вот так, вот так. И через полтора месяца после того, как у меня погиб брат, у неё погибает её муж, и у неё возникают абсолютно такие же проблемы, и мы как бы держимся друг дружке, и я начинаю помогать ей уже, рассказывать, как я действовала в первые дни и месяцы. потому что там возникали проблемы с недвижимостью, которая была в ипотеке, как её из-под недвижимости вытащить, когда у тебя нет денег, как зайти в счета твоего мужа или моего брата, посмотреть. В общем, очень много всяких проблем возникает с момента смерти твоего родственника, и ты не знаешь, как поступить, потому что ты находишься в чужой стране, ты не знаешь законы этой страны. Очень много всяких нюансов, и вот так вот мы друг другу пытались помочь. То есть всё, что я узнала до того момента, когда у неё погиб муж, я ей рассказала, и старалась помочь пройти практически те же самые этапы, через которые проходила я. И вроде бы как бы всё уже начало утрясаться, 2016 год для нас с ней прошёл. И вот в 2017 году я уже заканчивала свой первый университет, отсняла свой дипломный фильм и на пасхальные каникулы взяла билет, чтобы поехать в Дубай, навестить Юлю, позагорать, покупаться и весело провести с ней время. Каково же было моё удивление и разочарование, и боль, когда Юля сообщила мне прямо накануне вылета практически, что у неё обнаружили рак четвёртой степени, уже практически неизлечимый, и что, говорит, я не знаю, что делать, я сейчас лежу в клинике, я говорю, так что мне приезжать или нет, и как, и что? Она говорит, ну если ты не боишься типа того рака, а что-то его бояться, мне наоборот хотелось поддержать подругу, говорит, ну приезжай, если ты не боишься. Я говорю, конечно, я приеду пообщаться с тобой и поддержать тебя. И вот так вот я слетала на две недели, тогда мы с ней ездили по клиникам, и она уже в бешеном темпе продавала свою машину, всякие вещи, я ей тоже помогала что-то на eBay продавать. Она мне отдавала много всяких платьев, к сожалению, у нас с ней разные размеры, она была очень-очень худенькой, и я не могла забрать все эти платья себе, но я думаю, почему бы не выставить их на продажу, чтобы помочь как-то ей денежкой на лечение. Мы всё ещё надеялись, что это возможно. Ну, как говорится, бились до последнего. Больно, конечно, об этом вспоминать и говорить. Но, тем не менее, Юля не унывала. Она отвозила меня часто на машине на пляж, потом уже ехала по своим делам. Также она вместе со своим другом покатала меня по городу, по ночному Дубае, показала поющие фонтаны, вот эту вот башню, забыла, как она называется. Но, кстати, она у меня есть, я записала на видео, Юля как раз рассказывает про эту башню. Вот смотрите в этом ролике. Город Дубай. Справа от нас находится самый крупнейший торговый центр, который называется Дубай Мол. В Дубай Моле расположен один из крупнейших аквариумов, который находится inside. Здесь же находится в настоящее время самая высокая башня в мире. рост которой 828 метров. На 124 этаже башни Бурж-Калифы находится observation deck. Что по-русски означает? Смотровая площадка. Также в этом же районе находится одно из достопримечательностей Дубая, такие как поющие и танцующие фонтаны, которые по своей величине сравнимы с танцующими и поющими фонтанами в Лас-Вегасе. Шоу начинается в 6 часов вечера и продолжается каждые полчаса до 10 часов вечера. Для шоу-фонтанов используется арабская музыка, с недавнего времени одна китайская песня и различные американские песни, такие как «Селин Дион», «Майкл Джексон» и использовался очень долгое время, слушали Андрея Бачелли. И вот проживая в Дубае две недели, я ездила на пляж, также по делам мы с Юлей, ездили на ее машине. Кроме того, что она занималась своими делами, продажей всей техники, ну всего-всего, потому что ей нужны были деньги для лечения. Она собиралась ехать в Израиль, к ней прилетела мама, они начали паковать вещи и, конечно, очень много всего осталось в ее доме. Она оставила меня там жить, у меня оставалось, по-моему, еще 4 дня там прожить. Ну, так как квартира была снята на целый месяц вперед, я осталась там, потом ее друг забрал ключи, отвез меня в аэропорт, когда мне пришла пора уезжать. Очень сложно все было, очень страшно и непонятно, но мы до последнего верили, что все образумится и обойдется. Ну, к сожалению, все терапии, все лечения не помогло. Они с мамой уехали в Израиль, там долго лечились разными методами и пробовали экспериментальные методы, но ничего не помогло. К сожалению, вот в марте 2018 года она скончалась, но мы успели с ней встретиться еще в октябре 2017 года. В Лондоне она приезжала там тоже закончить дела своего мужа и написать завещание, наверное, на маму, на родственников. Маму, конечно, очень жалко. Мы решили в прошлом году, в декабре, съездить в Москву и навестили ее маму, а также и бабушку встретили, поговорили, пообщались. И как-то приятно вспоминать человека, пусть его уже нету в живых, но приятно, что память о нем все еще остается и живет вот в таких вот роликах и в наших сердцах. У меня очень много осталось различных вещей от Юли. Я тогда, когда уезжала из Дубая, что-то взяла там, тарелочку, плейдик, даже чемоданчик небольшой, до сих пор с ним езжу. И всегда как бы мне тепло на душе, потому что рядом со мной частичка Юли. Такая вот у нас была с ней история. Всегда помню, люблю и ценю этого человека. Ну, а также стараюсь поддерживать маму и быть таким же добропорядочным человеком, какой была Юля. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!